Уважаемые олимпиадники, это последнее занятие в этом году в рамках курсов интеллектуал. Это занятие посвящено теме рынка и рыночного механизма. У вас будет возможность еще раз повторить сложные вопросы экономики, спрос, предложение, конкуренция и другие вопросы. Это занятие проведет Денис Александрович Баутин, старший преподаватель Кубанского государственного университета. Ну и слово Денису Александровичу. Итак, сегодня мы разберем с вами особенности рыночных отношений в экономике. Каждый из вас, кто собирается участвовать в олимпиадах, конкурсах, конечно же знает, что такое экономика. Это особый вид хозяйственной деятельности, причем это может быть как на уровне целого государства, так и на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, или домохозяйства, как принято говорить. Но сегодня мы с вами будем говорить про ту экономику, которая как раз таки описывает действия государства ценеком. Если говорить про экономику вообще, то это еще и наука, задача которой решить одну важную задачу. Как удовлетворить безграничные потребности людей, используя при этом ограниченные ресурсы. Мы понимаем, что потребности людей безграничны по нескольким поводам. Но, во-первых, мы с вами, удовлетворяя свои ежедневные потребности, с каждым днем хотим все больше и больше. Наши потребности растут, они становятся все более сложными. И, в общем-то, из-за этого нам нужно все больше и больше ресурсов. Второй вопрос, второй повод, почему потребности людей являются безграничными. Количество людей на Земле тоже растет. Растет с каждым годом. Я, в общем-то, за свою жизнь слышал по телевизору новости о том, что родился и 6-миллиардный человек на Земле, и 7-миллиардный человек. И, по-моему, не так давно появилась уже новость о том, что появился 8-миллиардный человек. Людей становится все больше, ресурсов больше не становится. Ресурсы ограничены. Нужно понимать, что они бывают очень разными. Есть ресурсы исчерпаемые, есть ресурсы неисчерпаемые. Но даже если ресурс неисчерпаемый, добыть бесконечное количество неисчерпаемых ресурсов за одну единицу времени невозможно. Они всегда будут ограничены. И для того, чтобы решить вопрос распределения этих самых конечных или ограниченных ресурсов между безграничными потребностями все растущего количества людей, вот именно этим и занимается такая наука, как экономика. Она решает три важных или три самых главных вопроса. Это вопрос, что производить, как производить и вопрос, для кого производить. Отвечая на вопрос, что производить, мы имеем в виду, как определить приоритеты, какие потребности удовлетворить в первую очередь, какие из них важнее, какие товары и в каком количестве нужны для удовлетворения этих самых важных потребностей. Мы с вами прекрасно понимаем, что потребности у человека от года к году могут быть разными. Мы прекрасно понимаем, что наши потребности в 2020 году и в 2021 явно разные. Если летом 2019 года производили сланцы, тапочки, красивые пляжные шорты, то летом 2020 года производили антисептики и маски. Как производить? То есть при помощи каких технологий, какие доступные ресурсы можно привлечь для того, чтобы наиболее эффективно их использовать. Ну и естественно для кого? Кто является основным потребителем тех товаров, которые мы с вами создаем? Кому сейчас товары важнее? Кто есть целевая аудитория, скажем так, того производства, которое мы ведем? Так вот, в зависимости от ответа на три этих вопроса, мы с вами попадаем в такую определенную ситуацию, определенный тип экономической системы. Если же типов экономических систем экономисты выделяют три основных, один дополнительный, давайте разберемся по порядку. Первый тип это традиционная система, в которой почти на все эти вопросы отвечают коротко, по традиции. Что производить? То, что производили предки. Как производить? Так, как производили предки. Для кого производить? Для себя и для своей семьи. Второй тип системы это командная, она же административная, она же административно-командная, она же директивная, она же плановая. Вы можете встретить разные версии, разные названия, но вы должны понимать, что это такой тип экономической системы, которая связана с жестким контролем того, что производится, как производится и для кого производится. Здесь ответ, что, как и для кого отвечают обычно по плану. Что производим? То, что было запланировано. Как производим? Так, как было утверждено руководящими органами. Для кого производить? Для всех жителей, которые были в этот план внесены соответственно. Ну и рыночная экономика, о которой мы поговорим сегодня, которая уделит им больше всего внимания, она как раз таки нацелена на то, чтобы отвечать на эти вопросы максимально демократическими способами. Здесь, что производить, как производить, решает, в общем-то, тот, для кого мы это производим. То, что будет покупаться, то и производят. Так, как будет выгодней, так и производят. Ну и последний вид экономической системы. Смешанная экономическая система. Иногда нашу страну причисляют к такому типу экономической системы. Есть достаточно большое количество аргументов в пользу такого подхода. А не безосновательно на самом деле экономисты об этом говорят. На самом деле у нас рыночная экономическая система с большой долей государственного участия в этом. У нас государство является и крупным собственником средств производства и крупным заказчиком тех или иных продуктов и результатов экономической деятельности. Поэтому существует еще четвертый тип. Это смешанная экономическая система, которая как раз таки является чем-то средним, междунышной и административной командой. Если погрузиться в экономическую теорию, то, конечно, нельзя не вспомнить Адама Смита, великого мыслителя английского, шотландского, конца 18 века. Уже тогда он задумывался о том, каким образом государство, а конкретно правитель, может повлиять на благосостояние своих граждан. Ну, вы, наверное, помните отрывок из Евгения Онегина о том, что при описании, если я не ошибаюсь, Ленского, там сказано, что бронен гомера Феоклита, зато читал Адама Смита. И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет и почему, не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. О чем говорил Адам Смит? Он говорил о том, что сельское хозяйство и промышленность это источники богатства для любого государства, а не только внешняя торговля. То есть внешняя торговля, конечно, хорошо, но развитый внутренний оборот является основой для любого государства. О том, что если государство желает, чтобы его люди жили хорошо, одной из необходимых черт является свободной торговли и конкуренции. Ну и кроме этого стремление предпринимателя к личной выгоде обеспечивает богатство и благополучие не только отдельного человека, но и всего общества. У Адама Смита были достаточно интересные взгляды на экономическую теорию, об этом мы поговорим еще немного дальше. Но именно он сформулировал законы функционирования свободного рынка. Именно Адам Смит впервые говорит про спрос приложения как механизма рыночного регулирования. И именно Адам Смит впервые говорит, что при идеальной рыночной экономике государство может выполнить только одну функцию. Функцию ночного сторожа государства с точки зрения Смита нужно только для того, чтобы установить законы или правила функционирования экономической системы, а затем наблюдать за их грамотным соблюдением. С точки зрения Смита рыночная система это любая форма контактов продавцов и покупателей на основании которой совершаются сделки купли-продажи. То есть рынок в первую очередь выступает площадкой, местом и посредником, который в общем-то сводит продавца и покупателя. Кроме этого рынок это еще и механизм, который создает возможность для того, чтобы покупатель покупал, а продавец продавал. Ну и кроме этого рынок это еще совокупность условий, благодаря которым покупатели и продавцы вступают в контакт с целью купли-продажи данных товаров и услуг. Основы рыночной экономики по Адаму Смиту это право частной собственности, это экономическая свобода и это конкуренция. О конкуренции, кстати говоря, мы поговорим еще подробнее позже. Современная экономика классифицирует рынки по следующим показателям. Во-первых, по экономическому назначению, то есть для чего эти рынки нужны. Это рынок товаров и услуг, рынок труда, рынок капитала или рынок ценных бумаг. По географическому положению выделяют местные, региональные, национальные, мировые рынки. По отраслям автомобилей, зерна, рыбы, нефти и так далее. Но вы должны понимать, что один и тот же рынок, он может классифицироваться с разных точек зрения. Ну, не знаю, если мы с вами решили выбрать автомобиль для себя новый, то мы понимаем, что по отраслям это будет рынок автомобилей, по экономическому назначению рынок товаров и услуг. Если мы ищем его в пределах города Краснодара, то это рынок местный, в рамках Краснодарского края региональный, в рамках Российской Федерации национальный. Если мы готовы за каким-то редким автомобилем ехать за рубеж, то это рынок, конечно, мировой. По степени ограниченности конкуренции, если мы говорим про автомобиль, то, конечно же, это рынок свободный, потому что мы можем выбирать любую марку автомобиля, которая нам нравится. Ну и по соответствию закона, я надеюсь, что все-таки выбирая новый автомобиль, выбирая новый смартфон, вы предпочтете рынок легальный. То есть тот, который в законном поле действует, тот, который на самом деле соответствует законам Российской Федерации. Существуют еще рынки нелегальные, то есть черные. Рынки находятся в постоянном взаимодействии, они образуют единую сложную систему и они влияют друг на друга. Причем влияют очень сильно. Ну, можете включить какое-нибудь утром по радио или по телевизору экономического обозревателя, который обычно есть во всех утренних передачах, на всех телеканалах, на всех радиостанциях. И просто послушать то, как они рассказывают, каким образом цена на нефть, которая сегодня уменьшилась, если она пока возросла, повлияла на рынок рабочей силы, на фондовый рынок или еще на что-нибудь интересное. Обратите внимание, бывает это достаточно забавно и интересно. Основа рыночного механизма это всегда свобода принятия решений, причем абсолютно любых. Вы должны понимать, что в условиях рыночной экономики существует три основных игрока, скажем так, или три основные роли. Это предприниматели, это собственники ресурсов, это потребители. Если мы с вами решили открыть какое-то предприятие, ну, не знаю, хотим мы с вами продавать вкусные, горячие, ароматные пирожки. Для того, чтобы нам продавать пирожки, нам нужно организовать свое дело. Чтобы организовать свое дело, мы должны где-то взять ресурсы. Что мы можем, что нам нужно? Нам нужно помещение, нам нужен какой-то капитал для того, чтобы купить необходимое оборудование. Нам нужны сотрудники, нам нужна информация о том, как правильно готовить пирожки, о том, как правильно их продавать, о том, как правильно вести бизнес. В общем-то, предприниматели в данном случае это мы с вами. А вот собственники ресурсов это те люди, которые могут нам сдать помещение в аренду. Это те люди, которые пойдут к нам работать по найму. Это те люди, которые продадут нам рецептуру или технологию ведения бизнеса. Предприниматели приобретают, соответственно, факторы производства. Мы их с вами знаем. Пять. Это труд, земля, капитал, предпринимательские способности и информация. Мы предположим, что предпринимательские способности у нас с вами есть. Остаются еще четыре. Труд, то есть наемные рабочие, земля, то есть место, на котором будет стоять наше предприятие, капитал, то есть какие-то стартовые единицы в данном случае и оборудование, может быть, какие-то денежные средства и информация о том, как же все это вести, а может быть, даже какая-нибудь франшиза. Предприятие, то есть как только мы получили с вами все это, мы начинаем производить конкретные товары и услуги, которые мы считаем нужными. Но в данном случае мы с вами затеяли мысль накормить всех вкусными пирожками. Соответственно, этим мы будем заниматься. Решение принимаем мы с вами только на свой страх и риск. Можем озолотиться, можем прогореть. Вот это краткая характеристика данной роли. Вторая роль. Собственники ресурсов. Те люди, у которых мы, в общем-то, будем просить. Причем это может быть банк, у которого мы с вами возьмем кредит. Потому что нам нужны деньги для открытия бизнеса. Это может быть конкретный Василий Иванович или Мария Ивановна, которые могут пойти к нам работать. Потому что они умеют печь пирожки и умеют их красиво продавать. Или это может быть конкретный человек, который может сдать нам в аренду помещение, в котором мы будем с вами все это делать. Но в данной системе, в рыночных отношениях, главным человеком во всем этом является, конечно же, потребитель. Тот человек, который будет покупать у нас те самые товары, услуги, которые мы хотим производить. А вот покупать он их будет, во-первых, в силу своих доходов, в силу своих предпочтений, вкусов, родозанятий, вообще всего чего угодно. Очень много факторов могут повлиять на нашего потребителя. Ну, я даже не буду вам задавать вопрос, кто же в этой системе главный. Конечно же, главный в этой системе потребитель. Потому что, если мы с вами будем производить те пирожки, которые никому не нужны, которые никто покупать не собирается, в общем-то, бизнес наш далеко не пойдет. И мы с вами понимаем, что тогда у нас будет два варианта. Либо закрыть свое дело, либо начать производить то, что хотят от нас потребители. И практика показывает, что на рынке остаются те производители товаров и услуг, которые умеют перестраиваться под потребителей, которые умеют создавать те товары и услуги, которые на самом деле нужны рынку сегодня. Главных элементов рыночного механизма – это спрос и предложение. Обычно в учебниках экономики спрос характеризуют как количество товара определенного вида, которое покупатель готов купить по определенной цене, я бы добавил еще здесь и сейчас. Ну, сейчас весна на Кубани. 5 килограмм по цене, там, не знаю, 200 рублей за килограмм. Но я готов купить их здесь и сейчас. Если продавец вам говорит, я продам тебе килограмма сейчас, а два привезу завтра, приходи. Скорее всего, мы с вами на такое не согласимся, потому что наше желание по определенной цене. Или он скажет, есть 2 килограмма по 200 рублей и еще 3 по 50. Тоже не пойдет, потому что спрос наш был другой. Или он скажет, я продам тебе 3 килограмма здесь, а еще 2 можешь сходить купить, там есть еще один киоск недалеко отсюда. И опять же здесь нет, потому что наш спрос именно здесь и сейчас, именно по определенной цене. То количество товаров, которые продавец готов предложить покупателю в конкретном месте, в конкретное время и тоже по определенной цене. То есть мы с вами уже меняем позицию, мы с вами снова продаем, снова продаем те же самые пирожки и говорим, что ребята 50 рублей за один пирожок, пирожков есть ровно 10 штук, можем продать здесь и сейчас. Больше нет и в общем-то завтра будут совершенно другие. И вот в течение спроса и предложения образуется такой новый экономический фактор, который называется цена. Цена это то количество денег, в обмен на которое продавец готов продать покупателю товар, а покупатель готов его забрать. Ну обычно речь идет про одну единицу товара. Если это пирожок, то это один пирожок. Если это клубника, то это один килограмм клубники. Если это молоко, то это один литр молока. Еще ценой называют денежное выражение стоимости. То есть это то, сколько было вложено в производство данного продукта. Нужно понимать, что стоимость и цена это совершенно разные экономические категории. Стоимость это выраженные в деньгах затраты на производство и за отцу товара. А цена, как можно сказать, это то количество денег, за которое я готов отдать. Нужно понимать, что стоимости цена не равны. Обычно, как правило, цена выше стоимости, но бывают разные исключения. Стоимость это то, сколько я вложил, чтобы, например, приготовить все тот же пирожок или вырастить все тот же килограмм клубники. Но нужно понимать, что цена, как правило, выше по той причине, что я хочу с этого еще что-то заработать. И если стоимость муки, масла, мяса, капусты и картошки для приготовления одного пирожка все это вместе стоит 20 рублей, то я ведь хочу еще и заработать на этом, то пирожок я продам рублей за 30, 40, 50, в зависимости от того, насколько высоко я ценю свой труд. Насколько сильно я хочу заработать. Но бывают ситуации, когда в целях маркетингового продвижения, каких-то еще интересных акций, не знаю, всего чего угодно, цена становится ниже стоимости. Такое бывает. Ну, если кто-нибудь из вас живет недалеко, на каком-нибудь фермерского рынка, и там бывает такое, что вечером представители фермерских хозяйств, которые готовы уже уехать домой, и им совершенно невыгодно ввести назад, там, не знаю, один пакет картошки или, там, не знаю, несколько килограмм помидоров, они готовы продать ее даже ниже стоимости, просто для того, чтобы вернуться домой быстрее и заработать на следующий день больше, чем сегодня. Поэтому они готовы продать ниже закупочной цены, ниже того, как они на самом деле оценивают тот... Нужно понимать, что у спроса существует несколько законов функционирования. Самые основные из них мы сейчас разберем. Нужно понимать, что при прочих равных, и запомнить им нужно только это, при прочих равных условиях по низким ценам купят товаров больше, чем по высоким. Величина спроса находится в обратной зависимости от изменения цены на единицу товара, и чем ниже цена товара, тем выше спрос на него. Здесь нужно запомнить лишь одно. Если цена идет вверх, то с течением времени спрос пойдет вниз. Если цена идет вниз, то с течением времени спрос пойдет вверх. Но нужно понимать, что есть целая группа факторов, которые влияют на спрос или на формирование спроса. Первый фактор, который мы с вами уже разобрали, это изменение цены на товар. Это так называемый ценовой фактор. Все остальные факторы, о которых мы сейчас будем говорить, это факторы не ценовые. Собственно говоря, в мире, в котором мы живем, все больше и большее значение как раз-таки играют не ценовые факторы. Мы живем в мире массовой культуры, массовых коммуникаций, и изменить наше отношение к тому или иному товару или к той или иной услуге достаточно просто и быстро. И не всегда это даже речь идет о цене. Но сейчас разберем на примерах. Во-первых, меняются доходы граждан. Ну и вы, наверное, видели то, как в прошлом году, после единовременной выплаты от правительства Российской Федерации на каждого несовершеннолетнего ребенка, у людей вдруг появились деньги, на которые они не рассчитывали, и люди могли купить то, что, в общем-то, они давно собирались купить. Такое тоже было. Второй фактор – это реклама, это мода. Вследствие этого может идти как увеличение спроса на какие-то товары, так и, наоборот, уменьшение его. В последние несколько недель, почти, может быть, месяцев уже по интернету гуляет несколько роликов. Они связаны с апробацией или испытанием бытовой химии на животных, после чего, в общем-то, многие люди у себя в ТикТоке, у себя в Инстаграме, размещая данный видеоролик, прикрепляют к нему еще список тех компаний, фармацевтических в том числе, и те, которые продают бытовую химию, которые как раз-таки ведут вот эту апробацию на животных с тем, чтобы не покупать у этих компаний те или иные товары. Нужно понимать, что это тоже влияет на наш спрос. Мы очень сильно можем изменить свои повседневные привычки в силу вот этих вещей. Изменения в структуре населения в рамках целой страны, например, это очень сложно описать, очень сложно объяснить, но, например, представьте себе ситуацию, если в вашем городе строится новый крупный жилищный комплекс. Чаще всего... В следующих 5 лет в этих жилищных комплексах открывается огромное количество разных магазинчиков для мамы и ребенка. Там открывается огромное количество детских центров, разных студий развития, частных детских садов, прочего, прочего, прочего. Но нужно понимать, что в этом же жилищном комплексе основная часть населения будет, в общем-то, взрослеть вместе с этим жилищным комплексом. И давайте по-честному, там, где сегодня находится детский центр, через 30 лет появится аптека, скорее всего. Просто потому, что изменится структура населения, станет больше людей взрослого возраста. Ну, у нас, например, есть крупный жилищный комплекс, наверное, 10-8 назад. И вот до него сразу же открыли очень крупный магазин строительных материалов. Первые 5 лет, когда люди заселялись, только когда они делали ремонт, в этом магазине строительных материалов были постоянные очереди. Сейчас спрос на это изменился не потому, что люди стали по-другому смотреть на свое жилище, не потому, что изменились цены, не потому, что изменилась мода, не потому, что у них выросли доходы или, наоборот, упали. А в первую очередь потому, что стало неактуально, структура населения изменилась, они уже не те, кто купил первое жилье, не те, кто въехали в новостройки. Это уже стало не нужно. Ну, изменения цены на другие товары. Мы знаем с вами, что есть товары-комплименты, есть товары-субституты. Комплименты те, которые дополняют друг друга, субституты те, которые противоречат друг другу. А если я сегодня утром выпью кофе, то я не выпью чай. Если я выпью чай, то я не выпью кофе. Если я пойду в кроссовках, то я не пойду на работу в туфлях. Я возьму что-то одно. Вот точно так же и с товарами массового потребления. Если в этом месяце выпили больше кофе, значит выпили меньше чая. Если поднялась цена на кофе, значит мы купим больше чая. Если резко подорожал бензин, то значит люди больше будут тратиться на общественный транспорт. Просто потому, что наличный на транспорте будет не так выгодно. И в зависимости от цены на сопутствующие товары или наоборот на товары, которыми можно заменить что-то, это будет очень сильно зависеть. Ну и плюс экономическая политика правительства, она может быть связана, как я уже сказал, с денежными пособиями. Она может быть связана с помощью конкретным малоимущим слоям населения, конкретно к стимулированию спроса на тот или иной продукт, все что угодно. То есть это все то, что влияет на спрос и то, что никак не относится к цене. Это все не ценовые факторы, влияющие на спрос. Есть еще такой показатель, такая характеристика, как эластичность спроса. Это процентное изменение величины спроса при изменении цены на 1%. Что это такое? Ну, здесь давайте представим, где-нибудь недалеко от дома каждого из нас есть маленький магазинчик, куда мы ходим, не знаю, за пакетом молока, за пулкой хлеба каждый день. Ну и можем зайти за чем-нибудь тем, что основная часть покупок совершается в крупных гипермаркетах. Но иногда бывает ситуация, что мы забыли и нужно срочно сходить докупить чего-то. Вот представьте себе такой магазинчик. Для простоты наших расчетов мы возьмем с вами какой-нибудь товар, стоимость которого просто посчитать. Ну, возьмем что-нибудь, что стоит он в пределах 100 рублей. Ну, пускай это будет, не знаю, пачка чая. Пачка пакетированного чая стоимостью 100 рублей. Мы сейчас с вами рассмотрим, что такое эластичность спроса на примере этой пачки чая. Ну, смотрите, если цена 100 рублей, и мы понимаем, что в течение обычного дня в магазинчике, в который мы часто ходим, этот чай данной марки, который стоит 100 рублей, покупает в среднем, предположим, чтобы нам опять же было проще считать, тысяча человек. Таким образом, хозяин магазина только на одном чае конкретной марки в день зарабатывает 100 тысяч рублей. Дальше он, прочитав учебник по экономике, решил попробовать поиграть с эластичностью спроса. Для этого он решил провести маленькое исследование. Он решил понять, в той местности, в которой он находится, на тот конкретный чай, спрос вообще эластичный или неэластичный. Что он делает? Он меняет цену товара, как мы уже с вами сказали, на 1%. И дальше у него есть три варианта. Первый вариант. Цену на товар я поменял на 1%. То есть, сколько стал стоить чай? Чай стоит 99 рублей. Вот если при изменении цены на 1 рубль стало больше 100 тысяч рублей в день, то есть, если чая купили больше, чем его покупали вчера, значит спрос эластичный. То есть, при снижении цены возрастает количество продаж и увеличивается общая выручка. Если же я цену понизил на 1%... ...покупать стали больше, но зарабатываю я все равно около 100 тысяч рублей. Ну, не знаю, нет больше в этом жилищном комплексе или возле моего дома больше людей, чем тысяча человек. Ну, вот это максимум. Тогда в такой ситуации мы будем говорить, что спрос обладает единичной эластичностью. Мы остались при своем. Общая выручка осталась такая же. И если мы цену понизили, и в результате этого количество продаж не возросло, то есть, объем не вырос, мы как продавали тысячу патчек в день, так и продаем тысячу патчек в день. Это значит, что общая выручка у нас снижается, и это говорит о том, что спрос неэластичен. Вот здесь нужно понимать, что эластичностью обладают те товары и услуги, которые люди покупают часто. И эластичность – это характеристика, которая присутствует в крупных торговых центрах, в крупных гипермаркетах. Почему, гуляя по крупному торговому центру, вы можете видеть различные, там, не знаю, желтые ценники, красные ценники, акции, скидки. А в магазине возле дома не бывает акций и скидок. Просто проходимость совершенно другая, и это совершенно невыгодно. Когда вы идете в крупный торговый центр, понимая, что это в крупный гипермаркет, понимая, что будут скидки, хозяин магазина тоже понимает, что вы, придя за скидками, купите в том числе и те вещи, за которыми вы приходить не собирались. Когда вы приходите в маленький магазин, вы покупаете ровно то, зачем вы пришли, что вы купить собирались. И больше не так. Теперь о предложении. Закон предложения противоречит обратно пропорционально закону спроса. При прочих равных условиях по высоким ценам продавцы предложат больше товара, чем низким. Чем выше цена товара, тем больше этих товаров предлагает производитель. И чем ниже цена товара, тем меньше товаров будет предложено к продаже. Здесь нужно понимать, что каждый человек, располагая своим свободным временем, своими увлечениями, своими потребностями, вкусами и всем-всем-всем остальным, будет ориентироваться на то, что он может получить, собственно говоря, взамен или в компенсацию всего этого. Вы должны понимать, что когда вы решаете задачки экономические, и когда речь идет о спросе, ваша задача сразу поставить себя на место потребителя или покупателя. Если задачки про предложение, мы всегда ставим себя на место производителя или продавца. Нужно понимать, что предложение возрастает с увеличением цены и падает при ее снижении. Ну, представьте себе ситуацию, у вас выдался один классный выходной в конце недели, но вам говорят, слушай, дружище, а может быть мы немножко возьмем, да и поработаем, займемся той работой, которую ты давно хотел сделать. Вы говорите, конечно же, нет, потому что я очень хочу провести время с любимыми друзьями, я очень хочу посмотреть любимый сериал, да и вообще как-то хочется просто валяться весь день в кровати и ничего не делать. И вот здесь законы экономики говорят нам, что чем больше стоимость за ваши услуги или вашу работу вам предложат, тем больше вероятность, что вы согласитесь поработать в свой выходной. Нужно понимать, чем выше цена, тем больше предложение, чем ниже цена, тем ниже предложение. Нужно понимать, что у предложения, так же как у спроса, существуют факторы, которые на него влияют. Самый первый фактор – это изменение цены, с этим мы разобрались, тут все понятно. Но существуют также и неценовые факторы, которые на предложение влияют. Во-первых, это изменение издержек производства. Чем дешевле мне обходится выпуск того или иного продукта, тем дешевле я готов его продавать. Тем проще мне его производить и тем больше я готов его производить, тем больше продавать. В результате технических нововведений могут случиться изменения налоговой политики, стоимости сырья, всего чего угодно. Другое дело, что на предложение могут влиять выход на рынок новых фирм. Чем больше на рынке представителей различных организаций, которые предоставляют один и тот же товар или одну и ту же услугу, тем больше, соответственно, этих услуг на рынке и находится. Изменение цен на другие товары. То, что мы с вами уже говорили в предыдущем пункте про факторы, влияющие на спрос, соответственно, это тоже можно рассматривать и здесь. Если же какие-то вещи дешевеют или дорожают, наоборот, то предложение на другие может уменьшаться или увеличиваться, соответственно. Если я продавал пирожки с 15 разными начинками, и я понял, что из них из всех покупают только 5, я перестану продавать остальные 10, но эти 5, которые я оставил, я буду продавать в большем количестве. Ну и разные форс-мажорные обстоятельства могут на это влиять. Это природные катастрофы, революции, войны, эпидемия коронавируса, все что угодно. Это все то, что влияет на предложение. Это так называемые неценовые факторы. Ну и посмотрите на оба графика. На первом графике вы видите цену по вертикали и количество товаров по горизонтали, соответственно. Мы видим ситуации двух типов. На отрезке D изображено изменение спроса, на отрезке S изображено изменение предложения. Если мы имеем вот такое предложение и вот такой спрос, о чем это говорит? Вот в данной точке. Это говорит о том, что, собственно говоря, люди хотят купить товаров больше. Избыточный спрос, когда мы хотим купить много, но в общем-то нам этого не протают почему-то. Или ситуация обратная, когда мы хотим много продать, но у нас хотят купить не так много. Если же мы хотим купить много, а продают мало, создается ситуация дефицита. Это так называемый кризис. Возникает тогда, когда спрос равен предложению. Рыночный механизм автоматически устраняет избыток и дефицит товаров и устанавливает равновесную цену. Конечно же, за этими словами... Но да, рынок... В новой экономике рынок регулируется сам, сохраняет так называемое рыночное равновесие. Примерное распространение спроса и предложения товаров. Вот Адам Смит называл это как раз таки невидимой рукой рынка. Афор, который впервые он использовал в своей работе исследования о природе и причинах богатства народов. Говорил он впервые так, при помощи этого термина он описывал механизм влияния индивидуальных интересов на максимизацию общественного богатства. Фактически Адам Смит невидимой рукой рынка называет объективный рыночный механизм, который координирует решения покупателей и продавцов. Ну и функции рынка как раз таки те, о которых мы уже немножко упомянули, о которых мы немного поговорили. Посредническая функция рынок действительно является посредником или местом встречи потребителя и производителя. То есть того, кто ресурсы создает, с тем, кто ресурсы потребляет. Вторая функция рынка это функция ценообразующая. Реализуется на входе конкуренции и установление равновесной цены. Об этом тоже уже поговорили, даже на графике все это рассмотрели. Третья функция. И удовлетворение потребительского спроса. То есть при помощи вот этих вещей, при помощи того, что мы знаем, сколько всего покупается и продается, мы можем судить о достаточно широких категориях общества в данном месте, в данной локации. Регулирующая функция. Мы с вами уже сказали, как раз таки, например, я теорию самых, того же самого бизнеса с пирожками, что если я понимаю, что что-то более выгодно, что-то менее выгодно, я могу так или иначе свой капитал перебрасывать из одного места в другой. Я могу его переводить из одних активов в другие. И санирующая функция рынка заключается в том, что рынок как механизм автоматически избавляется или освобождается от неэффективной хозяйственной деятельности или от неэффективных хозяйствующих субъектов. Такое тоже есть. То, о чем мы и сказали, это как раз таки есть способ рынка к самоочищению. Ну, еще одна тема, о которой невозможно не говорить, если речь идет о рыночной экономике, о рынках вообще, это тема конкуренции. Под конкуренцией в экономике обычно понимается такой особый вид экономического соперничества между участниками рыночного хозяйства. Обычно это соперничество с наиболее полную реализацию своих экономических интересов. То есть, если я продаю, то я хочу продавать больше, а если я, соответственно, произвожу, то я хочу производить выгоднее, на лучших условиях. Говоря о конкуренции, нужно понимать, что выделяют несколько видов, так называемую совершенную конкуренцию и несовершенную. Вот несовершенную мы чуть позднее рассмотрим более детально. Что нужно знать про совершенную конкуренцию? Это такой вид соперничества экономического, когда на определенном рынке действует очень большое число разных фирм. При этом товары продаются по свободным ценам и они регулируются на рыночных условиях. Фирмы производят однородные, то есть практически одинаковые товары. Отсутствуют входные и выходные барьеры для вступления в эту отрасль и выхода из нее. Свободный доступ к экономической информации есть абсолютно у всех представителей данной отрасли. Невозможность оказания решающего воздействия на установление рыночной цены. То есть никто не может сказать, что вот эта цена будет такой. Никто не может эту цену регулировать. Иррациональное поведение всех участников рынка можно просчитать, предугадать, понять. И мы знаем интересы тех, кто является нашим потребителем. Максимально приближенно к реальности вот такой какая-нибудь ярмарка выходного дня в вашем городе, где-нибудь на площади, когда на самом деле огромное количество производителей товаров и услуг продают примерно одно и то же. Там их очень много. Продают они по свободным ценам, потому что они есть сами производители. Они могут эту цену менять, они могут договариваться. Там практически отсутствуют входные и выходные барьеры. Там есть свободный доступ к информации. Там очень редко кто-то может оказать воздействие на установление цены. Там отсутствуют искусственно созданные преимущества. Ну не знаю, там может быть искусственно созданное преимущество. Кто-то ближе к выходу или ко входу на эту ярмарку находится. Кто-то дальше. Это тоже, в общем-то, искусственное преимущество. Фирма-получатель цены, то есть не может влиять на цену своего товара. И нужно понимать про совершенную конкуренцию еще кое-что. Совершенной конкуренции в природе не существует. Она не встречается. Потому что невозможно учесть все эти вещи. Ну хотя бы потому, что рациональное поведение потребителя, это, наверное, самая сложная категория, которую нельзя до конца предугадать. Нельзя точно сказать, каким образом это будет, какой конкретно потребитель будет себя вести и как, и, в общем-то, что из этого выйдет в конце. Что мы еще должны понимать? Что все то, где отсутствует хотя бы одно условие совершенной конкуренции, любой такой рынок называется конкуренцией несовершенной. Ну а вот если уже говорить о несовершенной конкуренции, здесь есть несколько классификаций. Существует конкуренция монополистическая. Существуют так называемые олигополии. Существуют монополии. Ну давайте разбираться по порядку. Что такое монополистическая конкуренция? То есть это та самая несовершенная конкуренция, в которой нарушен, как правило, один из тех пунктов, о которых мы с вами сказали выше. Это действительно рынок со свободным входом и выходом, где мы можем начать производить какой-то товар или какую-то услугу. Поэтому мы в принципе, у нас много разных фирм, много разных предприятий, которые производят разные товары, каждый свой, но при этом эти товары удовлетворяют одну и ту же потребность. Фирмы при этом самостоятельно устанавливают цену и могут как действовать стратегически, так в общем-то и не очень. Стратегически, то есть в данном случае они не обязаны договариваться друг с другом, каждый играет сам за себя. Когда примером монополистической конкуренции могут быть производители автомобилей в 20-21 веке, действительно мы понимаем, что компания, не знаю, Fiat, Kia, Volkswagen, Ford, Lexus, Porsche, BMW, Mercedes, Mazda и многие-многие-многие другие производят каждый свой товар, но все они удовлетворяют в общей сложности одну и ту же потребность. Да, мы понимаем, что компания Mercedes и BMW, они удовлетворяют еще и статусную потребность, укройную потребность просто в передвижении. Но, тем не менее, потребности примерно одинаковые, способы удовлетворения тоже одни и те же, но это компании, которые, собственно говоря, могут меняться, которые могут появляться и могут переставать существовать. Но, если мы знаем с вами про компанию Ferrari или про компанию Ford, которые начинают свою историю с самого начала 20-го века, то та же компания Kia, например, появилась там всего несколько десятков лет назад на мировом рынке. То же самое мы можем сказать про производителей спортивной обуви, которых мы знаем давно, Adidas, Reebok, Nike, Puma, опять же, производят каждую свою продукцию, удовлетворяя по большому счету одни и те же потребности. Что нужно понимать в несовершенной конкуренции? Что в данном случае производители заинтересованы в проведении совместных действий и достижении договоренности о разделении рынка, поскольку это судит получение монопольной прибыли и, в общем-то, если у меня есть монополия на хотя бы каком-то участке территории, если я понимаю, что единственный производитель, единственный продавец и покупать все будут только у меня, мне ничего делать не нужно. Я все равно буду зарабатывать, я все равно буду получать свою прибыль. Нужно понимать, что любая монополистическая конкуренция, она всегда стремится к монополиям. Второй вид несовершенной конкуренции или олигополия, как ее называют, это такой рынок, на котором действует очень небольшое количество фирм. Они продают или похожие, или вообще абсолютно одинаковые товары. Они всегда действуют стратегически в том плане, что они всегда смотрят в будущее и они даже договариваются друг с другом. Они имеют возможность устанавливать цены, чаще всего путем договора и переговоров. Они ограничивают доступ на рынок новых игроков, они ограничивают потоки информации. Ну, здесь, в общем-то, примеры, это тот же самый мировой рынок нефти, о котором мы немножко уже говорили в начале. Когда страны, добытчики, основные добытчики нефти садятся за круглый стол и договариваются, какая цена на нефть будет в следующем месяце или в следующем году. И, в общем-то, таким образом эта цена устанавливается. Другой пример, который вы знаете, это Билайн МТС Мегафонтин. Опять же, мы знаем всего 4 крупных оператора сотовой связи на территории нашей страны. Мы понимаем, что они удовлетворяют одну и ту же нашу потребность. И, собственно говоря, цена на услугу, которую они предоставляют, тоже примерно одна и та же. И мы понимаем, что очень часто та цена, которую мы имеем, это тоже результат договоренности крупных игроков этого рынка. При этом мы понимаем, что эти предприниматели, в данном случае, эти компании сделали очень много для того, чтобы быть владельцами того, ну, тех же вышек сотовой связи и всего остального. И что сегодня новому игроку, чтобы войти на этот рынок, нужно потратить огромное количество денег, который, то есть это бизнес, который окупится очень нескоро. Ну и последняя характеристика, это монополия от греческого моно-один полупродаю. Это деятельность в условиях отсутствия либо конкурентов вообще, либо в отсутствии значимых конкурентов. Здесь есть несколько видов, это картели, синдикаты и концерны. Можете посмотреть, что это такое. Картели, это предприятие одной отрасли, которое заключает соглашение о ценах и разделе рынков сбыта. Синдикат, это предприятие одной отрасли, которое сохраняет собственность на средства производства, но теряет коммерческую самостоятельность. Тресты предприятия одной отрасли, которые теряют и производственную, коммерческую, а порой даже и юридическую самостоятельность. Ну и концерн, это форма корпорации, имеющая отраслевой характер. Когда есть одна компания, но в зависимости от видов ее деятельности, этим могут заниматься конкретные отделы в данном случае. То есть предприятия в рамках концерна, скажем вот так. Ну в данном случае к ним можно отнести Газпром, к концерну как раз таки Норинский Никель, не знаю там крупный концерт типа General Motors. Это одна фирма, это уникальный продукт, вход туда может быть заблокирован. Цена монополистична, это если говорить про вообще монополию. Монополия, конкуренция, это всегда противо... Чем больше монополий, тем меньше конкуренции, чем больше конкуренции, тем меньше монополий. Но при всем при этом мы должны понимать, что существуют так называемые естественные монополии. Это такие состояния товаров, такое состояние рынка, при котором существуют группы товаров, которые невозможно произвести в нескольких видах. Ну, примерами естественной монополии могут быть и российские железные дороги. Мы понимаем, что для того, чтобы у них появился конкурент, должно появиться предприятие, у которого будет такая же... ...что-то сделать. То есть как раз стали либо общими, либо какими-то еще. Но в данном случае РЖД на сегодняшний день это естественная монополия. РАУ ЕС России естественная монополия. МОЗ Водоканал или Водоканал в вашем городе это опять же естественная монополия, просто потому что у нас с вами дома существует только один кран в нашу квартиру. Вот если, не знаю, у меня в доме, например, существует несколько операторов, которые предоставляют домашний интернет. Я хочу, могу сегодня пользоваться Билайном, завтра могу пользоваться Ростелекомом. Включаюсь в одну, хочу включаюсь в другую, заключаю в предварительный договор. Но у меня нет двух выключателей на одну и ту же лампочку. То есть сейчас я хочу, пользуюсь предприятием, не знаю, Кубани электросеть, а завтра я пользуюсь каким-то другим предприятием. У меня нет двух кранов с водопроводной водой. Сегодня я хочу, пользуюсь одним, завтра я хочу, пользуюсь другим. Это естественная монополия, которая существует в условиях невозможности создания конкуренции. Очень долго, кстати говоря, естественной монополией называли еще Почту России, потому что говорили, что если какое-то другое предприятие пожелает войти на рынок предоставления данных товаров и услуг, то ему необходимо будет открыть огромное количество разных отделов по всей стране, для того, чтобы быстро и качественно обеспечивать людей своими услугами. Но сегодня мы понимаем, что огромное количество разных компаний типа СДЭКа, Пониэкспресс, деловых линий и прочего, прочего, прочего. Их десятки уже можно насчитать. Прекрасно справляются с теми функциями, с теми услугами, которые до этого осуществляла Почта России. Делают это быстро, качественно. И, в общем-то, это уже не является естественной монополией. Понятное дело, что от конкуренции есть и положительные, так и отрицательные моменты. Очень быстро разберем их. То, что касается позитивных последствий конкуренции. Снижаются издержки производства. Если я хочу быть конкурентоспособным, то я должен свое производство в том числе удешевлять, для того, чтобы иметь возможность участвовать в этих соревнованиях конкурентных. С другой стороны, я заинтересован в том, чтобы быстро внедрять достижения научно-технической революции в производстве. Очень часто крупные компании, которые, в частности, развиваются в IT-сфере, которые развиваются в сфере электроники, они спонсируют целые научно-исследовательские институты или берут прямо ученых к себе на работу для того, чтобы патентовать и внедрять какие-то разработки сразу же и потом уже включать их непосредственно в производство. Гибкое приспособление к спросу. Если я хочу быть конкурентоспособным, то я должен понимать, как развиваются отношения спроса и предложения. Если я хочу, чтобы покупали мою продукцию, я должен перестраивать и подстраивать эту продукцию под отношение рынка. Повышение качества продукции. Если я хочу, чтобы покупали то, что произвожу я, это должно быть на самом деле классно, здорово, вкусно и хорошо. Расширение ассортимента, как один из способов позитивного последствия конкуренции. Мы на самом деле получаем новые виды товаров и услуг, которых не видели до этого. Ну и это все препятствует, конечно же, завышению цен на товары и услуги первой необходимости в первую очередь. То, что касается негативных последствий. Вообще любая конкуренция стремится к тому, чтобы стать монополизатором. Конкуренция, с одной стороны, это хорошо, потому что она вводит в производство новые тренды, она заставляет развиваться, но при этом каждый человек хочет, чтобы он делал как можно меньше, а зарабатывал как можно больше. Поэтому, конечно, каждая конкуренция стремится к монополии. Чрезмерная эксплуатация ресурсов. Если я заинтересован в том, чтобы в данном случае покупали то, что произвожу я, я могу, в общем-то, относиться к тем ресурсам, которые я использую недостаточно бережно. Ну, причем ресурсы не только воздух, вода, почва, нефть и все остальное, но и ресурсы, в том числе и человеческие. Посмотрите очень классный фильм «Форд против Феррари», в котором как раз таки показана конкуренция двух крупных производителей, двух крупных автогигантов. И вот там в том числе, как они относились к обычным людям, к среднестатистическим работникам этих корпораций. Увеличение дифференциации расходов и создание условий их несправедливого разделения. Что это означает? Если мы работаем на двух компаниях, эти компании находятся в состоянии конкуренции, если товары моей компании будут покупать больше, соответственно, мои работники будут зарабатывать больше. Если мои работники будут зарабатывать больше, это приведет к повышению уровня финансового разделения в государстве, появлению богатых, бедных и так далее. Что ни к чему хорошему может не привести. Отрицательные внешние эффекты, мы уже об этом говорили, перепроизводство товаров и создание условий для безработицы, инфляции, банкротства. Ну и то, что касается видов. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, полная монополия. Есть еще такой термин, как монопсония. Монопсония это термин связан, это ситуация на рынке, когда там присутствует всего один покупатель. Продавцов много, покупатель один. Ну и для того, чтобы в нашей стране бороться с монополией, для того, чтобы защищать конкуренцию, существует особое антимонопольное законодательство. В первую очередь, конечно, основывается на Конституции Российской Федерации. В новом издании. Статья 34, кстати, поправки в нее внесены не были. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Существует отдельный федеральный закон о защите конкуренции. Существует закон о естественных монополиях и закон о защите прав потребителя. Существует даже отдельная федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, которая занимается как раз-таки защитой прав и свободы граждан в данном секторе. Надеюсь, что было интересно, полезно и узнали много нового. До встречи в следующий раз.